здравствуйте дорогие братья и сестры здравствуйте дорогие друзья вот уже отзвенели последние звонки и многие выпускники этого года в самое ближайшее время будут подавать документы в самые разные высшие и средние учебные заведения и в это время время непростое как для самих абитуриентов так и для их родителей мы хотели бы рассказать об одном из старейших учебных заведений Татарстана Казанской православной духовной семинарии и хотели бы об этом рассказать с проректором по научно-богословской работе семинарии Артем Павловичем Соловьевым Здравствуйте отец Александр здравствуйте дорогие друзья и поскольку семинария это в первую очередь учебное заведение то я прошу вас взять первое слово и сказать об учебной работе поскольку вы являетесь проектором именно по этому виду деятельности Спасибо Артем Павлович Вообще главной задачей семинария является подготовка священной и церковных служителей то есть мы готовим как будущих священников так и готовим разных церковных специалистов то есть сотрудников епархиального управления сотрудников там специалистов по тому или иному аспекту нашей церковной жизни и Казанская семинария она с одной стороны является наследницей исторической Казанской духовной академии и есть много древних традиций а с другой стороны мы являемся современным высшим учебным заведением и У нас открыто много других специальностей Мы начнем с самого основного конечно же Семинария всегда готовила и готовит Священнослужителей и обучению будущих пастырей У нас посвящено пастырское богословское отделение На нем обучаются молодые люди В данный момент у нас есть бакалавриат и магистратура То есть бакалавриат это четырехлетнее образование После которого человек получает квалификацию бакалавр богословия И магистратура это еще два года после которой Человек получает квалификацию магистр богословия по разным направлениям Но я думаю что о магистратуре лучше бы наверное в дальнейшем рассказали вы Я пока ограничусь пастырское богословское отделение бакалавриатом именно Мы принимаем на него молодых людей Которые соответствуют определенным каноническим нормам и правилам И конечно же которые желают в дальнейшем стать священниками русской православной церкви Помимо этого, помимо нашего самого главного основного направления У нас есть и другие направления Семинария готовит также регентов У нас действует регентское отделение И в 2018 году у нас будет первый выпуск девушек Которые будут у нас регентами, певчими То есть собственно говоря вот этими сотрудниками церковных хоров в целом И также руководителями церковных хоров Ну и также у нас с вами действует уже два года И в этом году будет первый выпуск Отделение дополнительного образования Так называемый полубакалавриат А вот на нем мы готовим достаточно широких специалистов У нас есть три действующих направления Это подготовка штатных миссионеров Штатных катехизаторов И уже на протяжении года То есть с 2017 года Действует направление подготовки экскурсоводов Православных экскурсоводов То есть то направление, которое оказалось очень востребованным Ну как-то это многие знают К сожалению не все экскурсоводы Которые рассказывают в разных местах О храмах, о святынях К сожалению не все даже понимают О чем они примерно рассказывают И это очень важная такая вот полость Которую необходимо заполнить людьми Которые понимают вообще Что они рассказывают о православии О церкви, православной традиции и так далее И поэтому по благословению нашего ректора Метрополита Феофана Все эти направления были открыты И они успешно развиваются в казанской семинаре То есть то о чем я начал говорить сначала Что с одной стороны семинарий является Наследницей древней казанской духовной академии Своими традициями Традициями изучения Востока Традициями изучения ислама Древних языков и так далее А с другой стороны Мы являемся современным учебным заведением Которое Старается максимально соответствовать Вот тем вызовам Которые ставятся перед церковью Нам нужны миссионеры У нас будут миссионеры Нам нужны катехизаторы Будут катехизаторы Действительно потребовалось восполнить Вот эту вот нишу Вот этот провальчик с экскурсоводами И мы стали готовить к экскурсоводам То есть вот те моменты Те направления Которые есть в казанской духовной семинарии Артем Павлович, наверное, попрошу вас рассказать о магистратуре семинарии Да, но в первую очередь я бы хотел сказать о том месте, в котором мы находимся Это библиотека казанской духовной семинарии Где, собственно говоря, и находятся источники для научной работы Над исследованием которых трудятся наши магистранты И магистратура Это, конечно же, в первую очередь направление, которое И тот уровень образования, который предполагает работу научного плана Исследования в сфере богословия, в сфере религиозной философии У нас есть направление и историческое Это история церкви Где магистранты исследуют Как и историю отдельных приходов храмов Так и отдельные идейные направления Есть темы, связанные с казанской духовной академией Даже таких тем большинство Поскольку здесь сам процесс обучения даже бакалавров в семинарии Он должен, конечно же, строиться на традициях Которые были заложены профессурой И теми знаменитыми учеными Которые трудились в казанской духовной академии Восстановление этих традиций Это дело непростое И оно связано с научно-исследовательской работой Как раз связано и с написанием статьи И с участием в конференциях Которые проводят как наши семинарии Так и другие высшеучебные заведения И наши магистранты участвуют в мероприятиях Которые, ну, можно обозначить как научные семинары Они слушают преподавателей Которые приходят к нам И приезжают из других вузов Это именитые богословы современные Специалисты в сфере истории церкви И религиозной философии Но, конечно же, базой для магистратуры Является бакалавриат Откуда к нам преимущественно И приходят магистранты Хотя мы ожидаем И магистрантов из других высших заведений И, ну, тем не менее Бакалавриат это основа И, наверное, здесь, опять же О самом учебном процессе на бакалавриате Вы, отец Александр, лучше расскажете Я дополню еще и то, что у нас Помимо исторического профиля В магистратуре действует Профиль богословский Православное богословие Религиозная философия И также у нас еще есть Возможность обучать По еще двум профилям в магистратуре Это миссионерский профиль И профиль по церковной лингвистике Ну, конечно, если будут желающие Потому что такие весьма Узконаправленные специальности И что бы мне очень приятно Вот у нас сегодня как раз С вами были предзащиты Самое последнее уже Приятно видеть И даже когда И не только по истории пишут История академии Ну, это понятно История академии Но еще и пишут по наследию ученых То, что гораздо сложнее написать По богословию По философии По несмелому По многим другим именам Которые действительно Являются украшением Казарской духовной академии И их нужно сейчас возрождать Эти имена Как говорится Вводить это все В научный оборот Да Возвращаясь к вопросу О нашем обучении Мы используем Такую традиционную схему То есть Лекции и семинары Работа студентов Самостоятельная работа Студент Отсостаточно много Дисциплин в учебном плане Об этом я хотел бы Конечно рассказать То есть мы сейчас Реализуем стандарт Церковного образования То есть стандарт, который Нам рекомендован Учебным комитетом Русской православной церкви И в этом бакалаврском стандарте Есть очень много Самых интересных дисциплин Ну конечно же В любом учебном плане Есть дисциплины такого Общего блока Общие образовательные дисциплины Это дисциплины Философия История Безопасность Жизнедеятельности Физкультура Кстати о физкультуре Скажу отдельно Потому что семинарий Обладает прекраснейшим Залом Который Используется И для занятий физкультурой И для волейбола И для многих Многих других вещей И даже во вне Аудиторной деятельности У нас вот бывает Тут Такой досуг У нас православная молодежь Тут бывает Играет Тоже определенные там Дни Есть группы батюшек Которые приходят Там бывает игра там Между благочинями города Казани И так далее То есть вот Спортивно жизнь кипит В нашем учебном заведении И вот этот блок Является обязательным То есть естественно Те дисциплины Которые всегда входят В учебные планы История Философия Ну и так далее То о чем я уже А иностранный язык естественно То есть все то что Входит в любое высшее образование Уделено Дисциплинам по специальности Они тоже Образуют несколько блоков Но не буду об этом так подробно Какие там блоки Но собственно говоря Дисциплины по специальности Много внимания Уделяется конечно же Священному Писанию Изучению Священного Писания Ветхого и Нового Завета Много времени Посвящено истории церкви Это и древняя церковная история И история Русской православной церкви Общая церковная история История поместных церквей То действительно Вот исторический профиль И является Одним из самых первых Которые мы открыли в магистратуре И на мой взгляд На мой абсолютно Субъективный взгляд Один из самых сильных Профилей Которые у нас есть В магистратуре И Где у нас еще есть дисциплина У нас очень много дисциплин По изучению языков То есть у нас студенты Бакалавриата Обязательно изучают Греческий язык Обязательно изучают Латинский язык И на современный Иностранный язык Это либо английский Либо немецкий Продолжают изучение И в магистратуре И особенностью Казанской семинарии Является изучение Регионального компонента То есть у нас есть Региональный компонент Это обязательно Основы исламоведения Для всех бакалавров И кстати и для магистров Тоже там она есть Такой предмет Называется уже по-другому Это богословие И философия ислама То есть Что входит В региональный компонент Бакалавров Это основы исламоведения Как я уже сказал Татарский язык обязательно И конечно же Дисциплины Связанные С историей христианства В Казанском крае То есть мы даем Такой хороший Оригинальный компонент И еще одной Особенностью Казанской семинарии Которая с одной стороны Она нас обращает Как бы в прошлое То есть к наследию Духовной академии А с другой стороны Обращает нас в будущее В перспективу Это естественно изучение Арабского И персидского языков Но сразу скажу Что не буду пугать Всех желающих поступить Это факультатив Это для желающих То есть принцип очень простой Если У вас есть какой-то интерес На будущее То есть вы хотели бы В будущем Как-то связать свою тему С востоком С исламом Ну вот вообще В восточном направлении пойти Конечно же Вам необходимо будет Разобраться Хотя бы На каком-то базовом уровне В арабском языке То есть у нас Есть специалисты По арабистике Которые С интересом рассказывают Ну а для желающих Также есть курсы Опять же факультативные По персидскому языку То есть это Возвращение К древней традиции Академии И вместе с тем Это и шаг вперед Да То есть потому что У нас есть Договор о сотрудничестве И с институтом Востоковедения РАН И с Российско-Исламским Университетом РИУ То есть мы Проводим Определенный Диалог тоже Очень много других Дисциплин То есть учебный план Очень насыщенный Я считаю Что учиться Достаточно непросто Но опять же По опыту Наших выпусков Могу сказать Что если студенту По-настоящему интересно То учиться Он будет хорошо То есть тут главное Такое его личное желание То есть не надо пугаться Большого количества Этих вот Дисциплин Сложных И языковых И вообще Общегуманитарных И дисциплин По специальности Того пугаться Не надо Нужно все-таки Постараться Предложить определенные усилия Тогда все Будет хорошо Артем Павлович Тогда расскажите пожалуйста О обучении В магистратуре Ну Относительно Факультативов Я бы хотел дополнить Что У нас В научном плане Действуют и Научные кружки Я непосредственно Веду Кружок Который Называется История идей России Запад-Восток И В рамках Этого Кружка Мы В первую очередь С магистратами Как раз Рассматриваем Взаимосвязь Как Богословских Учений С философскими Так И Общий Политико-философский Контекст Формирования Этих учений И Связываем это Даже в определенной степени С формированием Экономических учений То есть Здесь Не В рамках этого кружка Рассматривается не отдельно Богословие Но Целостный взгляд На историю Общественно-политических И Социо-гуманитарных Учений То что Касается Других кружков То это конечно В первую очередь Языковые Поскольку Богослов Специалист Ученый Должен владеть Не только Современным языком Но и Языками Древними Которые Для нас Являются Одним из Важнейших И важнейших Именно в плане Такого направления Как библеистика И И Имею Ввиду что у нас есть Отдельная И кафедра библеистики Где Также Учатся Магистранты Здесь конечно же Без знания древних Языков В первую очередь Древнегреческого И латинского Не обойтись Ну и Отдельно Стоит упомянуть О Кафедре Филологии В плане Направления В плане Подготовки Поскольку Здесь Действует Очень мощный Кружок Церковно-славянского Языка И это помимо Основного курса Церковно-славянского Конечно Которые бакалавры Магистранты изучают То что Касается Особенности Преподавания Отдельных предметов В магистратуре Здесь хотелось бы отметить Что По сути это набор Уникальных Курсов Которые Читают Специалисты Занимающиеся Темами Основными Для этих Курсов То есть Здесь Действительно Есть П-предметы В рамках которых Коллеги Написавшие Диссертацию На определенную Тему Кандидатскую Докторскую По этой теме И читают Спецкурсы То есть Здесь Одним из ярче Примеров Являются Те спецкурсы Которые читает Доктор церковной Истории Отец Алексей Колчерин Который ведет Собственно Направление Истории Церкви Его тема Связана с Историей Миссионерства В Казанском Крае И он Читает Соответствующие Курсы Для магистрантов Можно привести Множество других Примеров И Важным Моментом Является Также Один из Акцентов Подготовки Магистрантов Это Использование Разработка И Выявление Способов ориентации В современной Методологии Гуманитарного Знания Которое Может помочь В дальнейшем Не только При Работе С Текстами И Материалами Церковно-историческими Или Богословскими Или религиозно-философскими Но в целом С гуманитарными текстами То есть Магистратура выпускает Специалистов Которые Могут Работать С Текстами При этом на разных языках И Работать с ними Методологически обоснованно Здесь Еще раз повторю Магистратура Для нас Однозначно Один из важнейших Шагов Для подготовки Специалистов Ученых Для Высших Учебных заведений В целом Но в особенности Именно в сфере Богословия Имея ввиду то Что мы Наших Магистрантов Иногда и напрямую Направляем В аспирантуру И Далее уже На защиту По На степень Кандидата богословия Или Мы надеемся Что В дальнейшем У нас появятся И кандидаты Теологии Артем Павлович Ну вот вы начали говорить Про кафедр Я немножко дополню У нас Достаточно большая Преподавательская корпорация В ней Много Известных Ученых Докторов Ученых Преподаватели Объединены В семь Кафедры Обязательно Понятно Понятно То есть Говорит о литургике и о церковно-прекламных дисциплинах, надо обратить внимание на то, что наши студенты проходят практику в храмах и в других организациях епархиальных, которые в том числе занимаются и социальной деятельностью, и учебной деятельностью. И здесь, конечно, в первую очередь для бакалуров важно само по себе участие в богослужениях и помощь в богослужении. В плане практики и участия студентов в богослужебной жизни несколько слов, наверное, вы могли бы рассказать. Да, у нас при семинарии находится действующий храм в честь управления Кронштадтского, причем храм является также храмом и приходским. Мы находимся в авиастроительном районе Казани, и вот весь авиастроительный район также многие ходят в наш храм. Это очень хорошо, потому что студенты могут увидеть вот именно действительно настоящую жизнь общины, то есть как она происходит, то есть с настоящими прихожанами, с какими-то требованиями, с какими-то вопросами. Воскресной школой. Воскресной школой, ну и так далее. Со всем тем, что составляет жизнь современного православного храма. Богослужебная практика у нас очень большая. То есть у нас все студенты семинарий, все мальчики, естественно, да, они обязательно все участвуют в богослужении, они все панамарят, они все участвуют в подготовках к богослужению, в том числе даже и такое послушание, как уборка храма, то есть перед большими праздниками. Вообще каждую субботу у нас проходит уборка храма, алтаря, чистка утвари, ну и так далее. То есть участвуют в этом все, девочки поют у нас в церковном хоре. То есть действительно очень насыщенная богослужебная жизнь. И мы действительно ориентируемся на то, чтобы молодой человек по окончанию семинария, он имел хорошее знание по литургике, теоретически, то есть по истории богослужения, по всему, естественно, навыки практические. То есть чтобы он понимал, как совершаются основные богослужения, знал церковный устав, представлял себе совершение основных треп, подпевание, крещение и так далее. То есть ребята очень активно в этом всем участвуют. Но это и понятно, потому что задача у нас одна. Мы готовим будущих священнослужителей. Это очень важно. А для священника главной задачей является совершение богослужения. Ну, я бы хотел добавить относительно того, что в нашей семинарии есть возможность действительно ориентироваться на практическую деятельность. И я знаю студентов, которые однозначно выбрали для себя этот путь, так и на деятельность теоретическую, конечно же, связанную с практикой. И здесь поэтому вот это деление на бакалавриат и магистратуру, оно вполне органично. Тем более, что если мы говорим о каких-то научных семинарах, об участии в конференциях, то здесь, конечно же, участвуют в этом не только магистранты, но и бакалавры. И поэтому здесь вот эти акценты, практики, теории, они есть, но так или иначе все это очень тесно переплетено. И здесь студенческая жизнь у нас, конечно, не этим ограничивается. Отец Александр, вы говорили о спортзале, но здесь можно вспомнить и различные выезды студентов в монастыри, например, в нашей паломнической поездке по епархии. Можно вспомнить и действительно некие такие, как это в Казанской духовной академии как раз называлось, вакации, то есть выезды на природу для совместного общения после каких-то праздников, выходные дни. Поэтому здесь не только спортивная часть у нас имеется, но и такая часть, которая предполагает общение самих студентов, но и участие в культурных мероприятиях. То есть студенты, опять же, как бакалавры, так и магистранты, они участвуют в походах в театры, в филармонии бывают, на различных концертах, в том числе и их организуют и выступают. Недавно в КФУ был замечательный вечер, совместно проведенный с Казанским федеральным университетом, в нашем семинаре, где студенты двух вузов выступали совместно, литературный, литературно-музыкальный вечер. И это действительно было серьезным событием, как и для семинарий, так и для КФУ. Я бы даже дополнил, что у нас вообще студенты, они очень вовлечены в жизнь семинарий. То есть нельзя, вот я бы так сформулировал, что нельзя просто в семинаре учиться, приходить на лекции, потому что, во-первых, тут они все живут, и во-вторых, потому что еще есть достаточно большая вовлеченность в какие-то процессы. То есть практически у каждого студента есть свое послушание, то есть у нас есть студенты, которые, например, являются фотографами для пресс-службы семинарий, то есть есть студенты, которые отвечают за одну вещь, за другую вещь, то есть есть штатные панамари, то есть, например, понятно, что практика богослужебна у всех, но есть конкретно ответственные, то есть люди, которые обеспечивают, специализирующиеся, люди, которые обеспечивают нам все праздничные богослужения, то есть понятно, что мы на пасхальное богослужение не поставим в алтарь студента первого курса. Это понятно, у нас есть основная состав, основная команда и так далее. Поэтому у каждого из послушаний это очень хорошо, то есть мы уже где-то, вот мое такое впечатление, где-то к курсу к третьему, наверное, уже понятно, что будет с этим человеком, то есть что он может займется практической деятельностью, и какой практической деятельностью, там миссионерство может быть, или какие-то социальные проекты, или может быть он пойдет в науку. То есть в принципе, вот где-то к курсу к третьему, может становится понятно, уже видно человека, это очень хорошо, потому что все-таки мы готовим такой продукт, весьма индивидуальный, практически индивидуальный подход к студентам, поэтому и действительно это очень важно видеть направление, это направление потом, оно может быть немножко корректируется, немножко поднаправляется человеку, но тем не менее, всегда администрация семинария старается как-то помочь. Выбор на научном управлении, ну значит, вот будем стараться как-то двигать, помогать, то есть его на конференции разные и так далее, ну и так далее, то есть есть абсолютно все возможности, и вообще очень приятно видеть, когда выпускники семинарии, они становятся сотрудниками семинария, то есть такая тенденция есть, либо преподавателями, либо какими-то сотрудниками, у нас много есть и других должностей преподавательских, это всегда очень приятно видеть, когда ваши выпускники занимают места в семинарии. Да, тут преемственность очень важна, и в этом плане можно сказать тем, кто думает о поступлении в семинарии, что здесь вот эта уникальность подготовки самих специалистов и отношение к выпускникам как к результату вот этого индивидуального подхода, мы можем говорить о том, что в принципе в большинстве случаев мы предполагаем и то, где он будет потом служить или работать. То есть действительно сейчас семинария ориентированы во многом на то, чтобы кадры, которые мы готовим, они действительно оставались здесь у нас. В отдельных случаях мы посылаем их учиться в магистратуру или в аспирантуру в другие высшие учебные заведения, но так или иначе ожидая, что они вернутся к нам в качестве квалифицированных кадров преподавательских. И, конечно же, те, кто к нам поступают, должны понимать, что такие небольшие группы, которые у нас сейчас насчитывают, одна группа максимум 15 человек. В отдельных случаях у нас есть и небольшие группы по 8-7 человек. Это же естественный процесс, поступают 15, заканчивают 7, это нормально. Да, и здесь это предполагает, что сам преподаватель может работать действительно индивидуально с каждым, работая не с массой, а действительно работая на качественный результат и подготовку качественных специалистов, которые, опять же, мы прекрасно представляем, где будут работать в значительном числе случаев. Спасибо, Артем Павлович. Мне кажется, семинарий говорить можно очень долго, очень много, но если какие-то остаются вопросы, то я бы пригласил всех заинтересовавшихся на День открытых дверей, который состоится 13 июня в 11 часов в здании Казанского епархиального управления. Ну и также можно задавать вопросы. Вопросы можно задавать в комментарии под видео, можно задавать вопросы на нашем сайте kspds.ru, ну и, собственно говоря, в группе ВКонтакте и так далее. То есть у нас сейчас такая интересная информационная эпоха, когда задавать вопросы становится легко и просто, но нам остается только на них отвечать. Ну да, и есть приемная комиссия, которая уже начала свою работу, и поэтому здесь можно на сайте посмотреть, на сайте семинария посмотреть объявления, телефонные адреса и непосредственно уже обращаться по поводу подготовки документов, вопросов к собеседованию, которое предполагается при поступлении в семинарию. Здесь наши специалисты на это все могут также ответить напрямую. Спасибо.